Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги, дорогие гости. Доклад мой называется «Будущее в контексте Армении». На самом деле я вас приглашаю к такому философскому разговору о будущем. Потому что, вы знаете, по результатам, по дискуссиям в Римаковских чтениях, практически все участники нашей гости конференции были единодушны в том, что мы представили, прекрасно представили прошлое Армению, и мы предстали перед гостями конференции, перед участниками народа, который возвеличивает свое прошлое. Но при этом гости были единодушны в том, что они не увидели будущего. Они не увидели нашего видения Тесла Кана Мэш Апагаи. Я должен сказать, что такие же отголоски я получаю по результатам и в процессе моего общения с ведущими интеллектуалами, армянами, представляющими разные континенты. Тесла Кан Чка, НЧПСИМ БИДИЛИ НИГАЯ СТАН. Нет видения будущего. По крайней мере, видение, которое объединило бы все интеллектуальные силы страны, в котором мы должны быть едины. Один знаменатель где-нибудь должен быть, этот знаменатель должен быть, я уверен, в этом будущем. Как мы относимся к будущему и что мы представляем в качестве такого будущего. Поэтому это подвигло меня к размышлениям о будущем. И, конечно же, я немножко переворожу литературу. И мы все особенно ревностно относимся к мнению о нас, великих умов человечества. Нам всем очень знакомо выражение Байрона. Что это означает? Лорд Байрон, которого мы постоянно цитируем. После этой фразы, там есть фраза о том, что надо изучать язык и углубляться в армянский язык с тем, чтобы его познать. Вот. Но Байрон говорит о том, что, несмотря на нашу очень тяжелую судьбу, тем не менее, в будущем Байрон видел Армению как страну, которая притягивает интерес. По крайней мере, their country must be one of the most interesting, одна из самых интересных стран в мире. И, если писания правильно поняты, то Армения – это точка, это место, где рай был помещен. Очень интересно, да? Мы как-то сегодня живем в 21 веке, мы как-то это не ощущаем, что либо здесь был рай, либо Байрон думал о нас, как о месте, где может быть когда-либо рай. Вы знаете, есть такой прекрасный мыслитель современности Рэй Брэдбэрри. Я его считаю одним из выдающихся умов современности. Американский писатель. Кстати говоря, мне очень непонятно, почему вот эти цитаты, которые я привел, остались незамеченными армянскими литературоведами. В его прекрасном романе, который называется «Вино из одуванчиков», «Дамдельон вайн», есть фрагмент, где герои бьют по старому армянскому ковру битами. Из этого ковра просто выходит огромная пыль. И вот как Рэй Брэдбэрри, один из величайших умов современности, представляет Армению и нас с вами. Дежурные узоры на этих коврах, дежурные узоры. Армения – аваланш of dust. Это вообще уникально. Лавина армянской пыли. The dust of 5000 centuries jumped from the shocked texture. То есть пыль, которая выпрыгнула из лавин тысячелетия. То есть где рай и где лавина пыли. Дальше я вспомнил Федриха Литша. «Мы живем не ради будущего, мы живем, чтобы хранить свое прошлое». Абсолютная фраза, относящаяся к Армении и к Армянам. Я с очень большим сожалением об этом говорю, но я говорю об этом для того, чтобы мы понимали. Но у нас есть спасение в лице Оскару Альда. У каждого святого есть прошлое, и у каждого грешника есть будущее. Мой посыл заключается в том, чтобы мы перестали быть или чувствовать себя святыми, или даже наследниками святых. У нас много святых, у нас миллионы святых. Но мы должны чувствовать сегодня себя грешниками. Для того, чтобы думать о будущем. Понимаете, в этом, если хотите, философская трансформация сознания. Быть не святыми, а грешниками. Быть не потомками святых, а потомками грешников, такими же, как и мы с вами. Если бы не было Оскара Альда, я бы не знал, где искать спасение. Дальше я представляю будущее отождествленным с прогрессом. Невозможно говорить о будущем без прогресса. Вообще мы забыли это слово «прогресс». Оно было очень популярным в 20 веке. Мы говорили о научно-техническом прогрессе. И мы выставляли цель этого прогресса в качестве господства человека над природой. Цель научно-технического прогресса 20 века. Да и прошлых веков. Вот паровая машина и все остальное. Господство человека над природой. И как-то это въелось в наше сознание. Человек настолько силен, что он может господствовать над природой. И это на самом деле искалеркало наше сознание очень сильно. Уоррен Беннис был советником американских разных президентов, включая последних. Вот. И он привел просто такой очень, мне кажется, гротескный пример, чем может закончиться господство человека над природой. Этот гротеск заключается в том, что на заводе будущего может остаться всего два сотрудника. Человек и собака, при этом человек для того, чтобы кормить собаку, а собака для того, чтобы не пускать человека трогать оборудование. Понимаете? То есть высмеивание полной роботизации производственного процесса. Ну, мы понимаем, что будущее не должно быть в этом. Роботизация не есть наше будущее. На спасение приходит Петерим Сорокин, выдающийся мыслитель 20 века. Я абсолютно согласен с ним в том, что будущее за цивилизацией гуманизма нового типа. Гуманизм нового типа имеет точкой опоры человека, а не машину. Человека, а не робота. В моем понимании гуманизм будущего или гуманизм нового типа или цивилизованность не в господстве человека над природой, а в осознании человека в первичности природы. В абсолютной первичности природы. Привет! Вы знаете великого Вернадского, который говорил о биосфере, о том, что человек составляющая этой природы, человек часть этой природы, человек есть органическое продолжение природы. Нет. В моем понимании природа главнее, природа важнее. Природа была до человека, природа будет после человека. Природа первична, человек вторичен. Господство человека над природой, эра этого господства, в моем понимании, должна уйти далеко в прошлое. Дальше я вспомнил доклады Римского клуба. Вообще Римский клуб был создан в 60-х годах для того, чтобы прогнозировать, предвосхищать будущее, а может даже и предотвращать. Вот все доклады, связанные с будущим, есть одно, а один продолжение другого. Есть такой выдающийся ученый Форестер, который первым построил глобальную модель мира, причем несколько таких моделей. И здесь классический пример того, как философия соединилась с математикой. Математическое моделирование возможных сценарий развития будущего, основанных на наших, на таких факторах, как потребление, эксплуатация природы, развитие человека, увеличение населения, увеличение потребления, соответственно, ресурсный потенциал, использование этих ресурсов. Вот все эти модели Форестера, Медуз, кстати говоря, был учеником Форестера, вот почитайте квинтэссенцию того, что пишет Фор, Медуз. В 2030-70-м годах должна последовать катастрофа, резкое увеличение загрязнения окружающей среды, истощение природных ресурсов, уменьшение численности населения. Поэтому единственная возможность предотвратить кризис, это перейти к глобальному равновесию, введению жестких ограничений. И дальше модель Мясоровича-Пестеля говорит об ограниченном росте, то есть об искусственном ограничении роста, потому что потенциал человеческий и природный не позволяет дальше при таком истребительском отношении к природе человека, не позволяет думать о будущем. Прочтите еще раз вывод Медуза и задумайтесь над тем, что Армения сегодня, уже в 2020-м году, мы на 10 лет раньше пришли к этому катастрофическому финалу. Катастрофа. Резкое увеличение загрязнения окружающей среды, уменьшение численности населения и варварское истребление природных ресурсов. Это ровно то, что мы себе позволяли последние 30 лет. Ровно. Мы приблизили конец человечества, в этом смысле Армения и Армяне могут быть очень горды. Мы приблизили этот конец и мы находимся в этом конце. Сегодня. В преддверии 2020-го года. Об этом Медуз предупреждал в 70-х годах прошлого века. Когда мы смотрим на наши показатели онкологических заболеваний, когда мы видим на разных стендах показатели загрязненности городов, когда мы спокойно совершенно констатируем факт о том, что мы одни из лидеров в мире входим в десятку, если не первые, по количеству раковых больных на душу населения, по загрязненности окружающей среды среди столиц планеты или льва 2800. Мы Киншаса где-нибудь так, не хочу перечислять. Вот мы находимся сегодня в моем понимании в конце в конце света. Мы его приближаем. и в этом смысле, конечно же, есть несколько версий возможного будущего. Одна из версий такого будущего есть утопическая версия будущего. Что означает утопическая версия? Это когда ты заранее ставишь какие-то утопические цели, с тем, чтобы обозначить, что ты хочешь. Но эти цели не подтверждены никаким грандом. Ни научным, ни философским, ни расчетами, ни моделями математическими. Ставить утопические цели, например, увеличить население. Да, там вот недавно увеличить население, по-моему, к 40-му году или к 50-му на 5 миллионов человек. Вопрос зачем? Чтобы умирали? Население увеличивать зачем? То есть в ситуации, когда мы приближаем конец света, когда мы абсолютно находимся уже двумя ногами в экологической катастрофе, ставить задачу увеличения населения есть просто непонимание ситуации. Я вам хочу сказать, что наибольшими конкурентными преимуществами в мире обладают страны, которые применяют самое жесткое законодательство в области экологии. Вот видите список этих стран. Я понимаю, что Северная Европа это совершенно далеко от нас, но мы должны понимать, что опыт Сингапура или Малайзии, которые в культурно-цивилизационном смысле тоже достаточно далеки от нас, но в смысле постановки задач и ее осуществления малой нации это тот пример, за которым мы должны следовать. есть прямая корреляция между экономическим ростом, между экономическим чудом и экологическим законодательством. И до тех пор, пока мы это не приведем в действие, мы в моем понимании ничего не добьемся. Это то, что нам немедленно нужно предпринять. Переход на стандарты топлива ЕС полный запрет на ввоз старых автомобилей. Комплексное решение проблемы мусора переработки по удельному весу мусора на душу населения мы тоже первые в мире. Первые в мире. И вот в этом мусорную свалку мы хотим еще 2,5 миллиона человек нарожаться. Ни в коем случае не получится. Получится. Как раз это у нас получается иногда. но в мусорную свалку ни в коем случае. Вот это то, что должно быть сегодня первичным вызовом для Армении. Экология. Вызов номер один. Совершенно без альтернативы. При этом я понимаю, что мы привыкли к тому, что вызов номер один для Армении это безопасность. Я повторяю, вызов номер один это не безопасность, это экология, потому что безопасность и наши потенциальные победы в потенциальных войнах не будут иметь никакого значения в таком состоянии экологии. Экология первична. Задача номер один. Это вызов номер один. Вызов номер два. Как ни странно, никто об этом не говорит. В моем понимании вызовом номер два является коммерция, торговля. Объясню почему. Представитель английского классицизма Самуэль Бартлер сказал когда-то вот эту великую фразу «Всякая коммерция есть попытка предвидеть будущее». Если ты начинаешь торговать, это означает, что у тебя есть уверенность в том, что у этой страны, у этого партнера, у этого человека есть будущее. Иначе никакой торговли нет. В нашем сегодня потопном понимании торговля это есть ну максимум это импорт сахарного песка. Ну а так в обывательском понимании для нас торговля это вот лавочники, которые там должны себя чувствовать либо хорошо, либо плохо, не имеет никакого значения. коммерция и торговля это то, что выдвинул Сингапур из захолустной, абсолютно забытой точки мира в мировые лидеры. Коммерция и торговля, понимаемая как доля международной, увеличивающаяся доля в международной торговле. Такую задачу никто не ставит. И мы не ставили все эти 30 лет. в моем понимании это первичный вызов экология, коммерция и торговля. Почему? Потому что мы сегодня занимаем в мировой торговле 0,019%. Нам нужно поставить задачу в ближайшие 10 лет на одну запятую переместиться вперед. На одну запятую за 10 лет. Вот что нужно ставить в качестве задачи. А население будем увеличивать параллельно с улучшением экологии. Понимаете, когда мы будем уверены в том, что наши дети будут жить в лучших условиях, чем в худших. Понимаете, что каждый рождающийся сегодня армянский ребенок будет жить, если мы не опомнимся, будет жить в худших условиях, чем жили и живем мы. Это верная дорога к просто национальному самоистреблению. Нам надо ставить задачу увеличения не населения и достижения 5-миллионного показателя, нам нужно ставить задачу увеличения экономических торговых резидентов армян. бумаги. Когда мы смотрим на пример Эстонии, Эстония, которая не может никак похвастаться какой-то там диаспорой или чем-то там иным. Сегодня Эстония сегодня ежегодно фиксирует 3000 новых электронно зарегистрированных предприятий в бизнесе, в основном это торговля, и это организации и торговые субъекты, экономические субъекты, которые не имеют никакого отношения к государству Эстонии, не являясь гражданами, они являются резидентами страны. Сегодня первичная задача увеличивать не население, а резидентов бизнеса. Резидентов бизнеса в стране надо увеличивать. И не 5 миллионов населения, а в потенциале у нас 12 миллионов экономических агентов вообще, которые могут быть зарегистрированы. Вы знаете цифру, в Армении побывало где-то около миллиона представителей диаспоры. То есть это 9 миллионов диаспоры, а где из диаспоры просто не были в Армении. Но они могут завтра при наличии соответствующей инфраструктуры, которая сегодня есть в мире, ничего придумывать не надо. И не надо придумывать ложных лозунгов, надо придумывать реальные лозунги. И даже не лозунги, это просто концепция движения. Увеличение количества экономических агентов, которые даже не посещая Армению, будучи армянскими резидентами, торгуют по всему миру, а налоги платят здесь. Понимаете о чем разговор? Если Эстония сегодня регистрирует по 3000 новых предприятий в год, то за 5 лет, имея 10 миллионов в диаспоре, мы можем, наверное, на 20 тысяч выйти где-нибудь там к 2045 году. Вызов третий, который я вижу с точки зрения будущего в контексте Армении, это вызов консолидации. Я очень сожалею, это наш фейлор, наш, наш, вот, тех, кто отвечает за Армению, а любой гражданин, в моем понимании, отвечает за Армению, если у него есть паспорт вне зависимости от возраста и от социальной нагрузки. Вот, наш большой провал, как граждан Армении, заключается в том, что мы не смогли объединить армянский потенциал. На сегодняшний день задача консолидации есть огромный вызов. И вы знаете, эта консолидация не может произойти, она никогда не произойдет путем собирания копеек в армянский фонд АЭСТа. Нам нужна концепция понимания перспективы развития, понимания будущего, вот этот общий знаменатель будущего. Вот, под этим общим знаменателем консолидация будет возможна. Никакие призывы 20 долларов, 22 или 23, в случае Ким Кардашин, не имеют смысла, в моем понимании. Ну, здесь некоторые такие размышления о том, и, честно говоря, удивление. Вот, как мы, вроде как, сетевая глобальная нация, которая хочет претендовать на такую роль, до сих пор не имеем сетевой армянской структуры. Площадки, биржи, там, где армянский спрос встречается с армянским предложением, находятся армянские решения, армянские задачи, маленьких, больших, неважно каких, в любой точке мира, Австралии. И вы знаете, если мы будем двигаться таким образом, то нашим посланием в будущее будет послание Арфеяда Хичковка. Почитайте, пожалуйста. Собственная капсула в будущее. Вот у нас есть капсула, здесь мы, в нашем саду, наши первокурсники и, по-моему, еще даже и выпускники заряжают свои капсулы в будущее. Вот капсула Хичковка абсолютно подходит к тому, что мы сейчас можем сделать. Динамит, порох, нитроглицерин, ну, к 1000 или там 3000 год. И вот, значит, тот, кто найдет эту капсулу, взорвется к чертовой матери. И это будет показателем того, как мы живем, и вообще, кто мы есть такие. Вот сегодняшнее наше послание в будущее – это динамит. Теперь я, значит, задался вопросом, что же нам мешает. Что же нам мешает. Вспомнил великого Ленина. Великого революционера, который решал свои задачи путем революционного террора. Да, то есть революционера – террорист, на самом деле. Но революционер, но террорист. И я думаю, что история еще пока не расставила точки над тем, насколько он больше революционер, чем террорист, или наоборот. Вот, пожалуйста, Владимир Ленин, Ульянов, который на вопрос, что же нам мешает, в смысле России, отвечает. На пути к светлому коммунистическому будущему всего три преграды. Великая буржуазия и студенты Горного. Последние, то есть студенты Горного, без сомнения, самые чудовищные. И вы знаете, я ухватился за это, потому что вот те студенты, которые мешали Ленину, вот те студенты, в данном случае Раул, ну, такой собирательный Раул, да, Раул как лучший представитель армянского студенчества worldwide. Не просто там Раул, я в этом смысле не националист. То есть Раул в широком смысле как лучшее армянское студенчество. В этом смысле я понимаю, что именно то студенчество, которое мешало в свое время Ленину, являлось преградой. Вот. И это студенчество, которое может быть ключом к ответу на вопрос, как и куда двигаться. Теперь, что нам мешает? В моем понимании, нам мешает бедность, архаичное смышление и неспособность к коллективному созиданию. Нам мешает бедность, потому что бедность приводит к психологии и образу мышления бедняка, для которого заработок сегодня важнее, чем экология сегодня, заработок сегодня важнее, чем жизнь его, ее, потом, в будущем. Эта бедность есть в данном случае порог, который двигает нас в пропасть. Потому что с мышлением бедняка мы никак не можем стать как минимум интересным миру, о чем вещал или что хотел видеть лорд Байрон. Архаичное смышление. Опять же, я вас обратно к Ницше, о том, что мы живем для того, чтобы поминать прошлое, а не для того, чтобы созидать будущее. Ну и способность к коллективному созиданию, по большому счету, по всей истории Армении, очень трудно было разглядеть. И я закончу свою лекцию цитатой совершенно нового человека, под которого наша молодежь сейчас танцует. Но мой призыв к вам на самом деле вдуматься в слова, которые он произносит. И я считаю, что это просто великое философское обобщение о том, что будущее и воздух есть наше богатство, наше имущество, к которому именно так и нужно относиться. Будущее как имущество. Будущее как богатство. В равной степени, как и воздух. Вот если у нас есть воздух и будущее, нам ничего больше не нужно. Сегодня у нас нет ни того, ни другого. Мой призыв к вам задуматься над этим. Спасибо. Спасибо.